Опа! Вот был выход. Доброе утро, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня вновь я решил выбраться на водоем, на небольшой канальчик, который находится в станице Новотитровской. Канальчик не очень маленький, то есть бросать здесь максимум, я вам сейчас покажу, ну где-то от берега до берега, расстояние где-то, ну максимум пусть будет где-то 5 метров. Ну вот, собираюсь вот здесь ловить щучку. Год тому назад здесь я ловил щучек, правда мелкие, крупные не попадаются. Ну посмотрим, может повезет сегодня поймать хотя бы килограммовую щучку. Почему я выбрал именно это место, потому что водоем маленький, трава еще полностью не осела на дно и можно поискать здесь щук. Так как на предыдущих местах уже трава осела, щука перебралась в другое место, а здесь трава еще на поверхности, поэтому думаю, сегодня мне повезет и я смогу поймать ну хотя бы 5 щучек. Не будем сажать батарейку, сейчас быстро соберемся и начнем нашу рыбалку. Итак, на водоеме, помимо меня, есть еще один рыбак, спиннингист. Скажу вам, он уже поймал 3 штуки. Ну он приехал первее меня, может быть на 5 минут, но уже у него есть результат. Ну и я пока что, как вам сказать, хожу, смотрю обстановку водоема, где-то травы много, где-то ее практически нет, где-то глубина побольше, где-то поменьше. Опа! Вот был выход, взяла щучка, я ее увидел, как вам видно, что она сотворила. Резина старая, то есть сейчас я ее заменю, поставлю такую же, только посвежее, поновее. Был выход щучки, это уже радует. Сейчас быстренько поставим новую резину и будем продолжать ловить. Вот эта резина пойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну вот, дорогие друзья, на водоеме уже где-то два часа нахожусь. Использовал все приманки, можно сказать. Выходы есть, атакует, но берет она как-то слабо, не то не охотно. Может просто тычет приманку и все. Вот сейчас вновь поставил приманку Evergreen Combat. Посмотрим. Предпоследний раз я поймал на эту приманку очень крупную щуку. Ну, сейчас попробуем эту приманку на этом водоеме. Правда здесь щучка не такая уж крупная. Ну, а вдруг, если есть мелкая, то значит есть имамка. Ну вот, пока пробуем. Правда, травы дофига. Нет, она брать не хочет. Не знаю, честно говоря, уже что ей предложить. Ну что, дорогие друзья, время 13.00. Ужасно сильно устал, вообще невыносимая жира. Ужасно хочу попить водички. Сейчас поеду в магазин, куплю воды, напьюсь. Вообще рыбалка сегодня, как вам сказать, щуку увидел. Но, правда, щука до берега не доходила. То есть я ее, она была неактивная, хватала так вяло. И поэтому то промахи были, то хватало, но очень слабо, что до берега, пока доводил ее, она срывалась и уплывала. Ну вот, что я вам хочу сказать. Пробыл на водоеме где-то 5 часов. Использовал все приманки. Погода вообще очень жарко. Завтра обещают дождь. Целую неделю будет дождь, но не знаю, блин. Наверное, еще раз надо приехать во время дождя, половить, посмотреть, какой результат будет во время дождя. Ну а сейчас погода замечательная, все замечательно. Небольшой ветерок, а щука неактивная. Поэтому, если нравятся мои рассказы, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, если есть какие-то желания, обязательно пишите в комментариях. Рад буду ответить на любые ваши вопросы. Ну и все. А мы поехали домой. До новых встреч. Встретимся на водоеме. Субтитры сделал DimaTorzok